С того времени, как я сняла видео о своем уходе и показывала там марку The Ordinary, меня просто завалило сообщениями по поводу того, пробовала ли я тональную основу от этой же марки, потому что она относительно недавно у них появилась. И к тому моменту нет, не пробовала, но вы меня настолько заинтересовали, что естественно я решила ее заказать. И вот буквально на днях она ко мне пришла, сегодня вместе с вами будем это все тестировать. Я буду наносить ее на лицо, делиться с вами своими впечатлениями. В общем-то устроим ей тест-драйв, но перед тем, как мы с вами приступим, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. И вы таким образом себя не лишаете возможности узнавать о самых классных новинках на рынке косметики и всегда быть в курсе дела. У меня сегодня на тесте тональная основа с плотным покрытием. У них на сайте есть два варианта. Одна более такая как сывороточная тональная основа, то есть легкая такая флюидная тональная основа. И вторая обещает плотное покрытие. Называется она Coverage Foundation. Я взяла себе оттенок 1.0 NS. На самом деле вот со светлыми оттенками большая проблема. Так как эта марка достаточно бюджетная, то ее раскупают моментально. Поэтому встретить фразу нет в наличии достаточно легко. Практически со всеми ходовыми средствами, к сожалению, такая ситуация. Давайте теперь я зайду на сайт официальный и вас немножко познакомлю с тем, что они нам обещают. Значит пишут, что эта тональная основа, во-первых, доступна в 21 оттенке. Это очень много и очень классно, что они сделали такую широкую линейку. Также здесь написано, что она содержит высокую концентрацию пигмента. За счет этого получается плотное покрытие. Но в то же время они разработали эту формулу так, чтобы тональная основа при этом ощущалась легко. Также, что интересно, они пишут, что она не должна заваливаться морщиной, не должна трескаться там. И должна изумительно работать с их праймерами тоже. И обещают тоже полуматовое покрытие. Никакого эффекта маски на лице. И легкое, как перышко, ощущение без эффекта жирности. Также здесь указано, что в тональной основе есть SPF 15 за счет диоксида титана. И что интересно, они здесь пишут, что на продукции, которая предназначена для Европейского Союза, указано SPF 15. Для остальных государств они не указывают этот фактор. Но тем не менее, здесь содержание диоксида титана такое же, как и во всех абсолютно тональных основах. Просто из-за того, что разные страны регулируют по-разному этот фактор защиты. Поэтому они только для Европейского Союза указывают SPF. Но тем не менее, вы все равно его получаете в качестве диоксида титана. Кстати, если вы еще с SPF полностью не разобрались, обязательно посмотрите мое видео. Сейчас идет лето, поэтому очень важно все-таки в этом вопросе разбираться. По сути, это все, что здесь указано на официальном сайте. Теперь давайте посмотрим на саму тональную основу. Я когда ее получила, мне показалось, что тюбик здесь просто микроскопический. Хотя потом я взяла вот тональную основу Armani Luminous Silk, и я поняла, что размер не настолько-то и отличается. Armani единственная в стекле, и баночка такая немножко раздутая. Здесь же пластиковая, но при этом очень такой вот приятный софт-тач пластик. На ощупь прям очень приятно, и огромный плюс им за то, что они помпу здесь сделали. Что касается того, как пользоваться, здесь написано, что перед тем, как использовать, нужно хорошо взболтать. И я когда начинаю болтать, я слышу, как будто там какие-то шарики есть, как будто. Вот послушайте. Надеюсь, вам это было слышно. Так, что касается лица. У меня на лице только увлажняющий крем. Я, кстати, недавно оформила заказ. Я так быстренько пробегусь, потому что эти средства я, скорее всего, не буду показывать где-то в отдельном видео. Но сделаю апдейт по моему уходу. Значит, я еще раз взяла буфет. Буфет замечательное просто средство. Оно у меня закончилось, и я сразу почувствовала, что мне его не хватает. Поэтому заказала заново, повторно уже заказываю. На этот раз взяла тоже гиалуроновую кислоту 2% плюс B5. Вот это пока еще не распробовала. Не уверена, что правильно сделала. Потому что в увлажняющем этом креме тоже написано, что гиалуроновая кислота есть. Хотя, что удивительно, на этом креме написано, что это поверхностное увлажнение. И что мне вообще нравится в марке The Ordinary. Они никогда не придумывают какие-то фантастические обещания. И конкретно вот этот увлажняющий крем написано, что увлажняет только верхние слои кожи. То есть, если вам просто вот слегка нужно увлажнение. И мне по ощущениям этот крем понравился. Особенно вот как база перед тем, как приступать к нанесению макияжа. У меня кожа нормальная, но немножко я ощущаю стянутость. Вот такую вот суховатость совсем слегка. Поэтому перед тем, как начинать делать макияж, я всегда люблю чем-то таким вот легким увлажнять. И что еще интересно, этот увлажняющий крем не выглядит блестящим. Он наоборот как будто даже слегка матирует кожу. И даже слегка как будто чуть-чуть заполняет морщины. Интересный крем, однозначно буду им пользоваться. А теперь давайте же все-таки приступать к обзору тональной основы. На эту часть лица я буду наносить ее с помощью влажного спонжа, как обычно. На эту часть лица буду наносить кистью. Посмотрим, что работает лучше. С оттенком я, кстати, по-моему не угадала. И взяла очень светлый. Хотя я выбирала по свочам. Да, это будет очень светлый оттенок для меня. Ну ладно, давайте мы будем тестировать просто свойства тональной основы. Не будем обращать внимания на оттенок. И сразу начинаю растушевывать. По свочам это, кстати, выглядело нормально. Блин, я вообще такая на камере, мне кажется, белая-белая прям. Ну, надо будет назвать видео эффект гейшей. Чтоб люди не жаловались. Хотя, не знаю, вот так вот растушевала и вроде как даже растушевываются с остальным цветом. Что касается покрытия. Не могу сказать, что прям плотное покрытие. Для меня это среднее покрытие. Даже может быть где-то и ниже среднего. Я бы обозвала эту тональную основу. Наверное, сывороточная у них совсем легкая. То есть она такая, наверное, совсем-совсем для идеальной кожи, когда нужно добавить просто такое вот сияние и выровнять слегка тон. Ну что ж, на пол лица я нанесла. Не знаю, насколько видно разницу. Вот сейчас вам постараюсь продемонстрировать. На левую часть лица уже нанесен тон, на правую не нанесен. Вот, собственно, делайте выводы. Смотрите, насколько вам нравится или не нравится этот эффект. Я могу сказать, что меня радует очень сильно. Это то, что тональная основа либо подстроилась все-таки под тон, потому что, мне кажется, от шеи сейчас лицо у меня не отличается вообще. То есть даже можно на шею не спускаться. Что удивительно, потому что, когда я вот так вот ставила точки, было явно видно, что тональная основа светлая, как молоко прям. Там, где нет тональной основы слегка, вижу больше красноты проглядывает. Там, где она есть, тон более выровненный. Но все равно я вижу какие-то мелкие недостатки. Там сосудистую сеточку я вижу. Теперь давайте на другую сторону все нанесем кистью, посмотрим, что работает лучше. Я использую кисть из набора MSQ Professional. Уже делала я на эти кисти обзор. И в целом на бюджетные кисти делала обзор. Ух, мама моя дорогая кисть. Меньше намного впитывает этой тональной основы, поэтому покрытие получается гораздо более плотное. И с кистью, конечно, надо было брать поменьше тональной основы. Я взяла одну помпу, как и на другую сторону. Но покрытие получается больше. Сейчас буду растушевывать. И кисть полосит. Мне не нравится, как она наносит. Может, это проблема конкретно этой кисти. Но мне не нравится, как она наносит. Особенно на носу. Прям на нос она вообще вот именно отвратительно нанесла. Так как я ненавижу, когда она сбивается. Начинает подчеркивать какие-то шелушения, какую-то текстуру кожи. Тональную основу я нанесла на все лицо. И однозначно кисть здесь далеко не мой фаворит. То есть кистью я бы не рекомендовала наносить тональную основу. Спонж впитывает гораздо больше средства. Но при этом растушевывается хорошо. И действительно можно растушевать достаточно тонко. При этом какое-то покрытие все равно есть. Я не могу назвать его прям плотным. Это скорее вот такое чуть ниже среднего, наверное, покрытия. Или там дотянуть до среднего покрытия. Но тем не менее выглядит это все достаточно хорошо. Там, где сторона с кистью, особенно на носу, было просто действительно отвратительно. Вся текстура кожи подчеркнулась. Подчеркнулись какие-то шелушения. Все сбилось, все скомкалось. Такую как противную какую-то жижу кашу. Сейчас давайте я полностью закончу свой макияж. И вернусь уже к вам для подведения финальных итогов. Честно вам признаться, даже затрудняюсь с какими-то однозначными выводами. Для себя конкретно могу сказать, что эта тональная основа скорее мне не нравится, чем нравится. И давайте я вам объясню ряд причин, почему. Во-первых, мне не нравится вот такой вот более пудровый финиш. Она превращается именно в такой вот гибрид, когда наносишь жидко, а потом она как бы закрепляется, как будто вы сверху уже немножко пудру нанесли. Кому-то этот эффект очень нравится. Если вы как раз относитесь к этим людям, то возможно вам это понравится. Конечно, неоспоримым ее плюсом является цена. Тональная основа стоит всего 6,90 евро. И если отталкиваться от ценовой категории, то я даже затрудняюсь с ответом, что можно предложить аналогичное, чтобы было лучше по качеству. Если брать масс-маркет в целом, то первое, что приходит мне на ум, это тональные основы от Bourjois. А потому что от Bourjois, например, Healthy Mix, мне очень нравится эта тональная основа. И это именно вот мой выбор, вот так как мне нравится. Еще из минусов, что мне не нравится, это то, что она все же заваливается в морщинки и уже начинает в них трескаться. То есть прошло буквально, ну я не знаю, может минут 15-20 с момента нанесения. И я уже вижу, что она чуть-чуть начинает некрасиво выглядеть в каких-то заломах, в каких-то морщинках. И это для меня тоже однозначный минус. Также на носу она подчеркнула мне шелушение. То есть если у вас есть шелушение, скорее всего она вам не понравится. И что еще я замечаю, как ее достаточно сильный минус, она не усаживается на лицо и она выглядит, как будто она совершенно нестойкая. То есть если я вот так вот мазну пальцем, это начинает ее двигать. И я вот вижу даже вот как след от пальца остается у меня на этом месте. И потом мне нужно вот так вот слегка растушевывать для того, чтобы этот след исчез. Вот это я ненавижу вообще в тональных основах, потому что я такой человек, который я постоянно либо так, либо так. Я знаю, что это плохо и нужно от этой привычки отучаться, но я до сих пор не могу с этим справиться. Каждый раз, когда ловлю себя на мысли, естественно, руки убираю. Но я просто знаю, что вот для себя я бы такую тональную основу, скорее всего, не выбирала бы на каждый день или тем более на выход. Для того, чтобы этот обзор не оставался только первым впечатлением, я вам на экране обязательно распишу все плюсы и минусы этой тональной основы в процессе того, как я буду ее носить, в процессе того, как я дальше буду ее тестировать. Потому что я все же хочу ей дать еще несколько шансов. Потому что мне кажется, что на камере она выглядит хорошо. То есть вы, скорее всего, напишите, что я все придумала и что на самом деле она мне очень хорошо подходит, как это обычно, кстати, и бывает. Но я вот просто вижу в зеркало, и здесь вам придется поверить не на слово, что моя кожа видала и лучше, вот скажем так. У меня нет ощущения, конечно, что нужно пойти и срочно умыться, но тем не менее, явно не в восторге от первого впечатления я осталась. На этом видео я буду заканчивать. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы по этому продукту, либо если вы сами пользуетесь, то обязательно напишите, какой у вас тип кожи и нравится вам эта тональная основа или не нравится. Потому что мне не хочется, чтобы все заканчивалось моим мнением. Если вы тоже пользовались ей, обязательно напишите это в комментариях. Также не забывайте, о чем мы с вами в начале видео говорили, а именно о том, что обязательно нужно подписаться на мой канал, если вы здесь впервые. Также ставьте лайк, если вам понравился такой обзор, я тогда ваши пожелания учту и, конечно, в будущем тоже буду это делать. А на этом я с вами прощаюсь и мы с вами увидимся в следующих моих видео.